Всем привет, дорогие зрители и подписчики нашего канала! С вами снова мы, а именно я, Илюха Фостерлайт и Санёк Старгейм. Санёк, поздоровайся! Всем привет, чуваки! И мы продолжаем играть в Resident Evil 5. В прошлой части мы остановились на том, как перестреливали бесчисленные толпы врагов, ну и в итоге замочили огромного просто монстра под именем Эль Гиганта. Да, это было потненько, но, честно говоря, я признаю, да Илюха тоже, что прошлая часть была не очень удачная, но в этой части мы постараемся исправиться и всё будет намного круче, согласись. Да, поэтому давайте сразу перейдём к Деволу, чтобы много особо не говорить. Да, в этой части мы с вами отправимся на болото, а как вы помните, в конце Крис и Шева взяли лодочку и поплыли к буровому комплексу, который находится на болотах. Собственно, вот с вами болото, и здесь мы будем искать Ирвина, злодея всех времён и народов, который от нас сбежал ещё в четвёртой части, когда мы его встретили, как вы помните. Ну, сейчас мы видим воспоминания Криса по поводу его прежней напарницы, о которой он уже говорил, это Джилл. Ну да, это под Мисси, так сказать, вообще все игры, то есть найти Джилл, вдруг она жива. Попутная цель, так сказать. Вот эти все имена, Вескер, Спенсер, это всё фанатам серии «Знакомый» ещё по предыдущим частям. Вескер! Ну, вот, Матрица, Матрица Стайл, да. Сразу понятно, что он необычный какой-то человек, потому что обычные люди так не двигаются. По-моему, уже после такого Крис бы уже откинул коней, коней, то есть, как бы... Эээ, согласен. Ну, я бы уже не встал бы с таких ударов в отверстие. Я, то есть, вообще, даже не боится Джилл попасть по Крису, то есть, просто лупит без разбору. Ну, они жёпотные. Опасные, причины. На, всё, всё, уже Крис бы уже не встал. Ой-ой-ой. Это, наверное, больно. А вот это ещё болеет. Крис, как будто, знаешь, вообще ничего не чувствует, то есть, всё нормально. Терпей, солдат. Просто фаталити. Жилл! Жилл! Жилл не был найден, и она была, что-то, 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 что-то. А человек, который я видел на данном данном, как она. Я... Надо знать, что она ещё живёт. Вы, как раз, были близкие. Мы были партнеры. Какого с тобой? Почему ты поделился в БСАА? Узнаем персонажей поглубже. Всё-таки мы ими играем. Да, концы, она помогает узнать историю персонажей, то есть, чем они занимались до, после и так далее. Ну, после, конечно, нет. Правда, что ли? Я не знал. Действительно. Здесь мы, наверное, должны были Шеву пожалеть. Но мне чё-то как-то... Ну, так как мы чёрство сухарим, мы просто промолчим. Ну, прям речь пошли. Кинематографично зашкаливает. Ну, вот и всё. Видимо, мы приплыли. Итак, глава 3.1, болото. Останавливаемся на первой остановочке. И что у нас тут? Сразу лутать! Ну, конечно. Закон резидентила. Сразу кувшинчики лутаем. Так, ты глянь на этого парня. Труп агента БСАА и бедняга на КПК. Не отправлены сообщения. Рапорт. Так, ну это читать я не буду. Просто пролистаю. Здесь, кому интересно, можете посмотреть. Пластина зверя. Ну, сейчас нам, собственно, нужно будет собрать всем то ли 4, то ли 5 пластин, точно не помню, чтобы открыть дверь. Вот такие вот дела. Это резидент Ивел. Всегда на этом всё построено было. Найти какую-нибудь хрень, чтобы она помогла тебе открыть дверь. Также Рудинчик. Я всё это время сейчас стрелял по скрабель, думал, он упадёт, а нужно было просто подойти и взять его. Что ж, ну, здесь, видимо, больше ничего нет. Давай, пойдём дальше. На карте, кстати, мигает цель. Это как раз-таки та самая дверь, которую нужно открыть. Видимо, это часть, да, то есть дверь? Двери, точнее. Да, это часть двери. Собственно, поплыли сначала туда. Там мы с вами сейчас подберём карту. Карту этих самых пластин, чтобы нам не запариваться с их поиском. Хотя тут, в принципе, выбор-то и невелик. Как вы видите, все пути на карте отмечены. Можно и без карты найти. Но разработчики сделали, чтобы поиск был более удобным. Облегчить, так сказать. Да. Собственно, вот эта дверь, а вот и карта пластин. Теперь, как вы видите, они отмечаются на карте крестиками. И да, первую пластину можно вставить, нет? Видимо, нельзя. Да ладно, потом сразу все нужно вставить, наверное. Ну да, да. Что ж, ладно, поехали. Давай поедем, пожалуй, в самый низ, где, видишь, ещё отверстие есть. Отдельный, так сказать, кусочек. Это очень вульгарно звучит, но ладно. Отдельный кусочек, потому что... Ну, самый дальний кусочек, мы возьмём его первым, чтобы потом туда не кататься. Чтобы потом не заморачиваться, да? Да. Так, снайперка. Ну, правда, я на ходу, наверное, из лодки ни в кого не попаду. Я буду помедленнее вести. Да. Хотя ладно, тут пока что ещё никого нет, так что... Пока никого не видно. Кстати, на болото, как вы видите, жизнь довольно-таки хорошо процветала. Ну, я думаю, раньше, до всего этого вируса. Как видите, тут хибарки вот эти стоят. То есть люди реально тут жили нормально, мне кажется, такие вот аборигены. Аборигенчики. Но потом, потом случился вирус, и всё, им пришёл конец. Нет, ещё не факт, что им случился конец, потому что... Я не знаю, кстати, что лучше, вирус или жить здесь. Или жить в Африке вообще. Да, потому что Африка бедная страна, хотя, судя по прошлой части, я бы так не сказал. Финансирование от бога. Что ж, давай, пойдём... Нет, сначала не будем мы с тобой трогать пластину, я тебе... Полутаймка... Ну, вот и местные жители. Как видите, они немного изменены, они стали более пластичными и гибкими. Он уже, по-моему, умер, но он всё равно с меня пальцем тычет. Оп-оп-оп. Здесь ещё чувачки с щитами. С щитами. Ой-ой-ой, полегче, парни. Слушай. Они тут вообще-то всюду полезли. Их ты вообще, слушай, лютый. Я отбегаю немного назад, чтобы они меня прям там не прикончили. Господи, да сколько вас тут... Вот видите, даже не взяли ещё реликвию. А может, мы просто в гости заехали? Чё они какие-то неприветливые-то, а? Ну, чьи кабы запарили тут местного, не знаю. Не успели сюда заявиться, как они уже встречают нас вот так вот. У тебя даже ХП уже нету. Ну да, меня копьём сам начал просто растерзали. Так. Я, кстати, патрон для автомата подобрал, если нужно, я потом тебе отдам. Так, тут пистолетный ещё... Я в окно, знаешь, прыгаю, чтобы от них проще было стрелиться, потому что иначе они с открытой места просто так и завалят. Нас, тварь. О, Господи. Да, всё-таки местным жителям не повезло. Много, кстати, у меня автоматных уже патронов. Ну, давай, ко мне подваливай. Так, сейчас, секунду, я отобью, с одного порядка. Ой-ой-ой, почему-то с копьями. Так. Нам нужно держаться вместе. Я иду держи, что-то. Так, ну, здравствуйте. Всё отлично. Так, здесь травка и давай лучше мелкой травкой подлечимся. Меня места сосединить. Тут, что-то, сундук, тут, наверное, сокровище какое-то, да? Да, там, сокровище. Опа. Так, пошёл. Спокойно, ничего, если у нас всё. Так, отстреливай пока сзади, кто есть. Я этого пока на себя возьму. Спарюсь, копьём идёт. Блин, тварь, какая гибкая, а. Тварь, они в Африке тут практикуют каждый день. Чем ты что занимаешься, кроме как физической подготовки? Ну да, особенно когда ты голодный. Ха-ха-ха. Давай, короче, подлечь его на с мелкой травкой. Не пойдём дальше. Так, давай, ты где? Блин, пока я тут отстрелился, ты всё облутал и сокровище забрал, и... Да ты что думал-то? Я даже не сижу на месте. И кувшина выскал хитрый евреюга. Кстати, держи патроны для автомата, они тебе нужнее. Я всё ещё лутаю. И место у меня освободится. Всё, дай мне полутать. Так. Опа. А это не надо было лутать. Ладно, под привилегию тебе, пойду, наверное, возьму часть. Нет, я первый буду. Я первый её возьму. Ещё кто-то у нас евреюшка. Не дам тебе. Так. Пластину воина. А то ещё один под патроны стреляют, чтобы у меня освободилось место инвентаря. Мне бы мог отдать. Ну что ж ты, какое... Я же сейчас заплачу. Так, пластину воина подобрали, теперь у нас две. У меня записи. Осталось ещё, насколько я понимаю, две, да? То есть всего их четыре, оказывается. Ну да. По виду их точно четыре, то есть круговая сфера такая. Да, да, да. Собственно, контрольная точка. Всё, мы здесь, видимо, всё обыскали. Да, можно ехать. Поехали. Там далеко-далеко... Ой, земля. Так, тут... Вот почему я здесь не сделаю сокращённого выхода? Потому что вот сделать такие вот круги, это тоже занимает время. И... Упс, спокойно. Знаешь, такую вещь, как... Как, так сказать, растяжение геймплея, чтобы ты подольше в игру играл. А, да, на четыре минуты подольше буду играть, и что им от этого будет? О, тут чувачки лютые. Так, давай я тормозну сейчас, пока что. Так. Так. Ну, сколько давай. Ой, я, я, я. Я пока потушу, что ты зашил. Ой, воус, если извините, извините, я думал, у нас не пойдёт. Да, здесь всё. Но там ещё есть один чувачок, ласчет, смотри, на пике справа висит. Патрон до самих скрытовки, в казалось, вот например, перед нами. Да, 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 подъезжка. Всё, спасибо. Чё себе, я первый раз об этом вообще знал. Так, аккуратнее. Происходит. Аккуратнее, там, походу, кто-то стоит на самих болотах. А, вон ещё один чувак, который... Нет, 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 оставь при себе вот эту бомбу. Я всё-таки он кидал, да. Всё, сейчас просто гони, что есть мочи. Всё, поехали. Я вижу, впереди пчанов из воды торчащие, они нам купаются, похоже, да? Да, просто гони, не обращай внимания вообще на них. Не, если в них резаться, нам будет урон получаться, поэтому будем как бы их обещать. Объезжать ещё. Ох, свобода. Всё, выбрались. Отлично. Что же, ещё две пластины? Давай, да, поехали туда. Ох, как я. Ой, ещё? Фу-фу-фу-фу-фу, всё нормально, я успел выиграть. Блин, ничего, они что, повсюду, что ли? Ну, похоже на то. Так, тут у нас в таком крокодилы будут, да? Это твоя привилегия, поэтому я здесь поёт. Здесь у нас крокодильщики, да, Илюша, нельзя к крокодильщикам ходить, потому что они всё время уж жирают. Поэтому... Ладно, хилки у меня есть. Вы понимаете, дорогие друзья, что мне придётся, если там засада, одному всё это делать. Я потороплюсь и буду, чтобы ты не расслаблялся так. Спасибо. Спасибо за поддержку. Да я всегда обращаюсь, и мне пока монкать, так сказать, не лень. Ой, крокодил, крокодил, ааа! Тихо. Всё. Фух. Не так уж и трудно, я не понимаю, почему у тебя это вызывает трудности. Не вызывает трудности, просто мне лень, я поэтому постою, посмотрю на тебя отсюда. Ай-яй-яй. Так, трава, яичко. Яичко. Здравствуйте, маджинки. Ну, их так, по-научному маджини здесь называют. Если ты не знал. Официально название. Официально, да. Так, кто ещё? Всё. Никого больше здесь нет. Так, ну я держу войка, то есть как бы, к нам никто успеет, не взойдёт и не волнуйся. Ну тебе, не выходи, уходи. Ещё вот эти вот черти, которых я расстрелял, так у меня места нет, скушаю и Иичко. Что добрально. Для голоса, да? Да, вкусненько. Так, ну что ж, лутаем, лутаем. Я тебе здесь ничего не оставлю. Спасибо. Да нет, что. Там нет патронов для автомата, кстати? Патронов для автомата пока нет, но если что, я тебе там знать. Хорошо. Блин, вот у меня для гранаты нет места, ты бы мне сейчас пригодился здесь, кстати. Нет. Ну ладно, ладно. Одно гранаты больше, другое меньше. Собственно, вот сама пластина и опять засада. Неожиданно, неожиданно, весьма. Чё? Всё? Только один? Парень, походу, остался просто, отстал немного от группы. Так, патроны для пистолета. Ну я тут пока разживусь. Я тебе, кстати, патроны для пистолета, наверное, отдам. Потому что у меня... Ну давай, это у меня вообще. Вот эти вот 16 как раз таки. Так, пластина ящера. Третья из четырёх. Супер. Теперь я могу, в принципе, возвращаться. Здесь больше ничего нет? Давай, шевелись, я уже устал тут стоять. Так, здесь больше ничего нет. Кстати, я вот не знаю, чуваки, в воде есть ли сокровище или нет, но я лично проверяю. Рискуй, пожалуй. Я проверять это не буду, не волнуйся. Да, есть. Ой, боже, я не буду это проверять. О, есть. Простите, чувачки, я не смогу его подобрать, потому что я напугал крокодил, но я думаю, вы заметили сокровище. О, боже, господи. Ой, неспокойно, дышись, дышись, всё хорошо. Ладно, забирай патроны. Давай. Благодарствую. И нам нужна зелёная трава, потому что у меня есть красная. Всё, погнали. Найдём ещё. Так, осталась последняя часть, принесли, мы можем отправляться за ней. Кстати, видишь, на середине есть тоже какой-то домик. Или что это? Видишь? Так, сейчас посмотрю. Надо смотреться. Так, сейчас, секунду. Лодка встала. Ай, хорошо. Так, что это у нас вот здесь? Давай сюда заедем, да, посмотрим. Заодно, я помню, здесь где-то разбившийся корабль есть. Есть где-нибудь вообще? Да, есть. Везде тут есть парковочные места. Ещё я знаю, что здесь где-то корабль разбился, поэтому на корабль мы тоже заедем. Курочки. Курочки, да. Петушины бои. Неинфицированные. Кстати, они со временем могут снести яичко, так что не стреляй в них. А вон, я уже вижу одно, кстати, впереди. Кстати, не зря мы сюда заехали. Здесь у нас есть чаша серебряная. Я ношу яичко коричневое. Молодец, покушай. И патроны. Тебе как раз здоровье нужно восполнить немножечко, так что покушай, покушай яичко. Да, яичко. Так, ну что ж, теперь я поведу катер наконец-таки, потому что ты нас, может, заведёшь в какой-нибудь неблагополучный район. Давай, поехали. Так, стоп. Ещё одно яичко из корабей. Что-то ты невнимательным стал. Где твой нюх еврея знаменитый? Ну, ладно, яичко ты сам скушай. Мне и с таким хп хорошо. Так, ладно, сейчас поехали на корабль. Насколько я... Поехали. Насколько я знаю, корабль где-то... Ой, господи. Вон он, да. Да, впереди. Разгонимся. Просто не форс пицц. И даже здесь есть парковочное место, посмотрите. Специально, так сказать, для нас. Здесь просто построили аборигены, да. Так, что тут у нас? Патроны для снайперки. И кейс с базукой. RPG, как говорится. Кто будет брать, я или ты? У нас обоих мест нет. Ну, я могу и яичко съесть, поэтому. Ну да, скушай, в принципе, яичко. И отдай мне патроны для пистолета. Тебе они, в принципе, ни к чему. Хотя, нет, оставь, оставь, оставь. Оставь, ты думаешь, я действительно собрался отдавать тебе патроны? Ну, вдруг. Собственно, RPG, я тебе скажу, используй на самый крайний случай. На самый крайний. Ну, думаю, это мы используем на кого-нибудь боссе или что-то вроде этого. Да, потому что у нас всего лишь один заряд. Что ж, ладно, теперь веди нас к последней метке, которая на карте. Да, наконец мы заберем последнюю часть. Тут опять нужно сделать небольшой круг. Точнее, крюк. Так. Настроили тут всяких баррикад. Да, если что, потом я поведу к самой двери лодку. Потому что я тоже поводить хочу. Хорошо. Так, ну что ж, здесь у нас даже полноценная деревня, как вы видите. Выглядит всё довольно мирно пока что. Да, довольно-таки большая, кстати, местность. О, посмотри, посмотри, тут всякие опарыши ползают. Ммм, как аппетитно. Уж, свет шумовая, у меня есть одна, поэтому я взял ее. Молодец. Я тебе ее, собственно, не оставил, потому что у меня места нет. Так, ну, пока здесь никого не видно. Если только они из воды повылезают все. Так, тут небольшие костерки. Тут что-то не поводит. Тут опять же людей готовят. Ну, неудивительно. Это же как-никак зомби. Так, давай пока можем, давай лутать. То есть, на косты на особо не бежим. Ты тут пропустил, кстати, кувшинчик со слитками. О, прочесть документ. Рукопашный бой. Вовремя, вовремя, господа разработчики. Именно здесь вы будете обучать мне рукопашному бою. Спасибо большое. Ну, вдруг пригодится. Никогда. Кто знает. Никогда бы об этом не догадался. Спасибо. Так, ну всё вроде мы прочекали. Так, да, да, видимо, видимо всё, да. Ограбили, так сказать, бедных. Нуждающихся. Сделали ещё беднее. Так. Тут мне подсадка потребуется, так понял. Но как же облутать кувшинчики? Тут тоже не есть. Там были кувшинчики. Да, как-то я не замысил. Вот ещё один. Сейчас я тебя подсажу, ты пока постой. О, в такой позе она мне нравится. Неплохая довольно-таки. Так, ну, так вроде всё. Ладно, давай подсажу. Слушай, нет, давай. Слушай, давай сначала я тебя вот сюда подсажу. А, там сокровище какое-то? Да, там тоже есть сокровище и... На всякий случай, потому что, сам знаешь, по скрипту у нас что угодно может быть. Ой, реликвия. Всё. Теперь ссылайся и подбирай последнюю детальку. Так, ну всё, момент истины, как говорится. Нет, момент истины будет, когда мы будем открывать дверь. Зная Resident Evil, всё что угодно здесь может случиться, когда ты подберёшь последнюю деталь. Так, пластина шамана. Шаман Кинг. Всё, отлично, все четыре и... Ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. И давай быстрее слазь ко мне. Да, не, я наверху постою. А, чтобы тебя не достали, да? Конечно. Ну тогда прикрой меня, братан, потому что... Так, ладно, я буду прикрывать, как смогу. Спасибо огромное. Чё, ты за руку и катором, что ли, их отстрелил? Ну, а чего, без пистолетика, что ли, в них стрелять? Ты что, с меня с пистолетикой? Так, хорошо, пока идёт. Ладно, буду очень диким, так сказать. Может, не стрелять, сейчас я его подожди. Оп. Оп. И всё. Опа-на. Ой, какой ваншот красивый сейчас будет. Кстати, если здесь будет ураборос, то кидай сразу слеповую, потому что я не хочу с ними сражаться и тратить патроны. У меня и так их мало. Так, у меня есть семь патронов осталось, поэтому... Так, одного именно цену. Всё, отлично. Всё, можешь спускаться. Давай, я тебя жду. Хорошо, иду. Это как раз патроны для автомата тебя дошли. Дались, господи! Нужна, быстрее, нужна световая, быстрее. Такей. Световая, слеповая... Сюда подошёл. Ой-ё-ёй, это тот самый. Всё, отлично. Мы бы его не завалили, кстати, вообще никак. Так, отлично. Хорошо, идём. Драбовик, кстати, неплохо, так хелпует. Ну так... Кто им владеет-то, собственно? Да ладно, какой-то там с торгом, который уже давно все забыли. Зато я не потерял скилл, так сказать. Так, сзади тебя и парень, я прикрыл тебя. Благодарю. Так, ну что, всё или ещё посмотрим, что-то можно полутать? Да вроде всё. А, вот кувшинчик. А, нет, кувшинчик. Блин, я тоже кувшинчик пропустил, ладно. Перей, патрончики. Так. Они убили курочку. Они курс, о боже мой. Ах, мрази. Как же так жить можно? Но мы справились? Да, самое главное. Что ж, четыре пластины при нас, и я поведу лодку. Да, садись на лодочку, в конце концов. Так, и сейчас поедем открывать дверь, наконец-таки. Это было не так уж и сложно, да и в принципе не так уж и скучно. Ну да, то есть это было уж получше, чем предыдущая часть, когда там был просто один однотипный геймплей. Статичный пулемёт, который я обожаю. Во всех играх, практически. Так. Особенно эталоном считается Call of Duty, кстати, статичных пулемётов. Люблю я эти уровни, всем сердцем. Что ж, ладно, едем, не обращаем внимания ни на какие там бомбы, ни на каких мажини, на зомбаков этих. Паркуемся. Подъехал справа, припарковали слева. Всё хорошо. Так, ну и вот они, пластинки, собственно. Ставить пластинку. Пластина шамана. Пластина ящера. Пластина воина. И пластина зверя. Отлично. Всё, деталька собрана. Всё. Дверь открыта. Угу-ура. Врёд, бэ-бэ-бэ. Открыть. Ну что ж, погнали. Что же нас ждёт дальше за этой дверью? Интрижка, интрижка, интрижка. Интрижка, интрижка. Слово болото. Да, ничего удивительного. Так, что ж. Давай продвигаться немного дальше. Кстати, у меня места вообще нету. У тебя, видимо, тоже. Как нам бы, так сказать, всё это уместить? Так, ну вот, я перезадил пистолет сейчас. Держи патроны, потому что скоро мне понадобится слот. Угу. Так, я слышал чего-то. Папу из жижи просто. О, это были не вороны. Вон он. У меня шага свернулась. Так, вот. Всё, парень упал. А я снайпер куда стал, хотел показать скифу снайпера. Снайпера. Придержи при себе скифу снайпера пока что. Хорошо. Так, поднимаемся по лезеньке, и что тут у нас? В принципе, очередное поселение, которое выглядит намного лучше, чем предыдущее. Ну, я просто намного обустроеннее. Да, я вижу тут. А, мне показалось, это катапульты, фух. Так, смотри, какие-то норки, вороны, и парень лежит с магнумом. Не надо туда идти, покажется, не надо. Магнум мой, если что. Хорошо. Кстати, вот мне вот эти вот хрени показались как раз таки катапультами, я ностальгирую по четвёртому резиденту, там в замке... Возьми зелёную траву. Там в замке такие были катапульты. Сейчас возьму. Сначала патроны, само собой. Так, ну пока всё тихо, всё как обычно, то есть ждём более мощного развития событий, пока Санёк берёт траву. Патроны для пистолета возьми, потому что у меня места нет, так обменять надо. Так, где ты там показал траву-то зелёную? Вот, там вот. Там красная, зелёная. Ну, в принципе, у меня красная есть. Всё, бери сам её, у меня и так хилок много. У меня нет места. Эх, вот это мы богатые, да. Проходили бы, если мы так на ветеране, то это было бы жёстко, конечно. На ветеране каждый патрон на весу. Да. Блин, возьми патрон для пистолета, я не могу уже с ними бежать. О, ещё патроны для пистолета. Ну всё, теперь трёх из пистолета и будут. Ого! Магнум, ландайк. А, это для Магнума. Так, держи патрона. Давай. Давай, давай чуть-то используем, а? Слушай, у меня много чего-то больно хилок и... Ну давай одну из своих используем. Прощай. Господи, я просто мажор на прось. Одну восьмую хп мы тратим огромную хилку, то есть она его бы всё. Прощай, большая хилка. Рестонписка, говорится. Всё, подбирай патрон для Магнума и где сам Магнум? Потому что он мне нужен. Пойдём, я покажу тебя. Я о нём просто мечтаю. Вот, 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 тут вбегай. Так, ладно. Нет, стой, я боюсь. Я залезу наверх, пожалуй. Найди место, где ты меня сможешь прикрыть хотя бы, в случае укрытия. Так, кто это был? Я не хочу знать. Бери Магнум, слушай. Да, секунду, я просто плутаю маленько. Аааа! Что-то у тебя гости? Ахахаха! Вот это плутать! Я спускаюсь, держись. Ой, тут парень ещё стоит! Ух ты! Вот это просто катсцена, просто одна на вторую залезает. Батюшки, батюшки. Ой! Фух, хорошо хоть Магнум подобрал! У меня тут огромный гость, который... Помоги, Илюша, помоги. Я иду к тебе, я залезаю наверх. Так, братья, на... Ой-ой-ой-ой, парень! Так, ещё где? Отвеньте от меня, пожалуйста. Помогите! Ты сам уже там, да? Встрел? Да, я сам тоже стреляюсь, как могу, просто. Всё. Смотрите, вот огромные парни вышли, которые... Ставни открылись. Подожди, сейчас батька придёт, порядок наведёт, как говорится. Давай-давай-давай. Так, убей вот этого братка. Сейчас какого? Вот этого вот. Вот этих вот мелких, я большим займусь. Сейчас, сейчас, сейчас. О, слушай. Я впервые использовал анимацию, когда шелл подходит сзади и рубит с ножа. Слушай, вот это да. колени упал давай у госту шаги очень просто раздачу попал так проходить все от пари вольнули его винтовочный пусть и нет тайна попасть те спасибо это в год это тем более просто синхронно упали просто ой 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 что дарит парик мы команда еще просто такая командная работа была я просто в шоке эти твоих завалили просто как отцы смотрели на трасс карте чудеса они даже вместе умерли почти в это время у вас нет у меня места нет просто секунду в одно время в рай попадут или ватт нет и в аду место будет так ладно я пожалуй мог этого подлечусь нибудь ищите сетюду жду тут патрон с карте ч патроны пистолетом о точно рубинчик ты с того подобрал рубинчик да уже да там синяя тайна была картечь супер супер доставу грожащий дробовик я уже думал все так ну блин давайте две пульки для магнума отдам ой для магнума для пистолета обычного отдам какой ты щедрый слушай потому что у меня для магнума для магнума надо освободить место для его пуль блин было двенадцать пуль магнума и мы только одного с него убили пыли даст пыль то есть если бы я с умом потратил на них обоих по 6 пуль магнума мы бы не тратили остальные патроны так тебе на мост нужно иди я тебе сейчас открою ох спасибо большое ты прям джентльмен женском обличье хотя бы идея я бы был я по идее должен принципе крутить эту тяжелую херовину но еще оба работают работающая баба в поле он да в принципе сейчас феминизм процветает поэтому давай обладать тем же правами что и мужчина мразь по и женщина в млн это дело с отписывались как и 9 лет не анжела такая господи там чур свалил этот мост да да ты как думал но я пока тебе дверь открывать не буду ой змея 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 открыл подожди тут змея было и я их там фармин я пока яички покушаю подожди я сейчас шевер сейчас моя дорогая сладкая змея еще одна змея сколько там за змей ух я ее хотя бы убил сделаю из нее смеями сделаю из нее сумочку какую нибудь для шеевы для шеевы сделают подарок так и когда делаю ботинки будучи сделка на передавров одну из частей да но все вроде все глутал четыре патроны кстати для пистолетов ждут тебя ой ты какой щедрый то два то четыре просто скажем разом все больше так у нас здесь еще кувшинчик я вижу ну сейчас уже не четыре сейчас девять это долго там нет ну предстоит тебе подождать конечно же божечки мой заметь ты в этой части все время ожидаешь чего то вот именно ну так так сказать холопы холопы всего ожидают ты кого холопом назвал фраер сейчас я сейчас ты мне дверь откроешь ты попрощайся с твоей жизнью так ну здесь как раз таки для тебя трава зеленая есть хотя у тебя тоже места нет ну ладно ничего страшненького все давай входи холоп царь тебя пускает проходите агаляне я не могу так прочесть документ дневник деревенского юноши собственно можете почитать если вам интересно крис отличное зрение раз он с такого ракурса видит все такой обгоревый дневник самый главный ты все видишь м вот такие вот дела и траву давай как нибудь траву да используем держи берем сейчас я читаю щас 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 я использую смотри оп все вот спасибо отлично я все для тебя как говорится все для тебя ты куда побежал то как же пролутать не зря же если все я уже я завязал с этим ремеслом еще тут разы полутаю то есть тут тоже можно но знаешь тут пещерка в пещерке у нас реликвия у меня ритуальная маска ты ее мог пропустить а у меня патроны с картечью давай ну сейчас секундочку все таки ритуальная маска она намного дороже патронов ну да ладно так патрончики все хорошо поехали погнали ехать спускаемся куда то кстати смотри какой фуникулер прям отличный я не говорю у нас в россии таких иногда нету у меня вроде таких нету например так ну все это конец главы 3.1 болото мы прошли с вами ты глянь то как прошли идеально на эй мы с вами прошли главу болото но сами болото мы кстати не прошли вот такой вот нонсенс как говорится собственно 27 минут мы думаю неплохо уложились и 73 процента точности у меня 60 у тебя я я во всем круче я во всем круче и наша фишка это смертей ноль это просто да фишка просто фишка фишек да мы никогда не умираем собственно 1000 очков и да да все отлично собственно настало время прощаться эта часть была довольно таки интересная я так думаю mediastrу вам понравилась ставьте лайки подписывайтесь на наши канал и комментируйте и ждите следующих частей которые выйдут совсем скоро вот прям вот да чуваки прям вот прям вот прям вот прям вот совсем скоро выйдут я вам гарантирую также смотрите предыдущий части они были тоже ну прям речь двигай ну прям речь да ну они тоже были интересными кстати может какие то более какие то менее но все равно их посмотрите там мы там мы все комментируем делаем жизнь вашу веселее Ну все, пока всем, чуваки Всем удачи